В обзоре СМИ увидел комментарий, по-моему, министра иностранных дел Литвы, который, не помню дословно, но выразился в том стиле, что ну вот опять Беларусь вводит санкции в отношении собственного народа, пострадают от этого сами белорусы и так далее. Знаете, это говорит, наверное, в первую очередь о том, что как это не прискорбно, что люди вообще не понимают, о чем они говорят. И это, к сожалению, все чаще мы наблюдаем в высказываниях западных политиков. В том числе, к сожалению, из соседствующих с нами стран, к сожалению, ну реальность утрачена, или реальность восприятия событий утрачена. Ну давайте разберемся. Во-первых, как вы правильно сказали, речь идет о двух постановлениях правительства, которые вводят разные немного запреты. Первый из них касается непосредственно продукции, происходящей из Литвы. Это в основном продовольственная группа. Небольшая сумма, в год мы импортируем там порядка пяти-шести, импортировали порядка пяти-шести миллионов долларов этой продукции. Я уверен, что абсолютно никак не скажется на нашей экономике, на потребительском рынке. Ну и самое главное, я хочу акцентировать внимание, те, кто не может обойтись без литовской шоколадки, он не пострадает. На физических лиц и на товары, которые ввозятся для личного пользования, действие этих ни одного, ни второго документа, о котором я скажу позже, не распространяется. Но важнее, наверное, второе постановление, которое вводит ограничения на поставки промышленных партий товаров. Всего их в Беларусь было ввезено в прошлом году на сумму около 150 миллионов долларов и общим весом порядка 60 тысяч тонн грузов. Но это не значит, что эти грузы не попадут к нам. Они просто пойдут по другому логистическому маршруту, через Латвию, через Польшу. Я обращу ваше внимание на то, что запрет распространяется на их ввоз через белорусско-литовский участок границы. Ну а с чем это связано, тоже понятно. Не мы первые совершили шаги, которые осложняют ситуацию на границе. Вы прекрасно знаете, что из ранее действовавших шести пунктов пропуска на настоящий момент функционируют лишь два. И состояние в них достаточно сложное, потому что, ну понятно, все сузилось в два таких бутылочных горлышка. И вот крайнее решение правительства Литвы о закрытии с, по-моему, 21 февраля двух из четырех оставшихся пунктов, это котловка и привалка, привело в том числе к тому, что, ну, огромные очереди. Это влияет и на людей, которые в личных целях едут, и на коммерческих перевозчиков. До 1000-1200 большегрузных автомобилей там скапливаются. Представляете, какая обстановка. Поэтому, с одной стороны, какой будет эффект? С одной стороны, ну, это определенным образом облегчит давление на эти пункты пропуска, потому что существенные партии товаров просто уйдут оттуда, и будет легче пересекать границу с теми товарами, которые нам действительно нужны. Ну и второе, что, конечно, косвенно пострадает и литовский бизнес. Потому что, ну, не секрет, что многие литовские логистические распределительные центры, они специализировались на, так скажем, аккумулировании больших товарных партий, логистические центры, распределительные центры. Это не литовские товары, это товары, которые поступают из разных стран, но с учетом, как бы, логистической близости к нам было удобно там все это аккумулировать. Ну, классическая логистика, что называется. Поэтому, да, они потеряют эти потоки, они пойдут по другим маршрутам, но, еще раз повторяю, это абсолютно вынужденная мера, с которой мы были обязаны выступить, исходя из наших национальных интересов. Вот, поэтому, ну, это, вот, что называется, развенчивая те слова или посылы, которые мы услышали от наших соседей. Поэтому, если кто и виноват в этом решении, то только само правительство Литвы и власти Литвы. Но, опять-таки, мы не делаем таких шагов, чтобы сжигать мосты. Решение это тоже имеет определенные временные параметры, но срок его действия до, по-моему, октября текущего года. Вот, поэтому оно, может быть, либо отменено с истечением срока действия, либо продлено. Посмотрим, насколько это положительно скажется, как я уже сказал, на загруженности пунктов пропуска. Вот, и подчеркиваю, что мы к диалогу готовы всегда. И не мы делали первые шаги, которые были направлены на ухудшение добрососедских отношений между странами. Ну, а если уже возвращаться к теме, кто действительно вводит санкции против собственного народа, то, ну, как в известной русской пословице говорится, нечего на зеркало пенять. Ну, продолжение знаете. Так вот, давайте вспомним про санкции в отношении собственного народа, которые Литва ввела в конце 2021 года против транзита белорусских калийных удобрений. Ну, и какой эффект? Это все мотивировалось тем, чтобы, значит, лишить режим, как они выражались, финансовой поддержки. Ну, давайте посмотрим, в чем это выразилось. Значит, белорусские калийные удобрения поставляются на экспорт стабильно. Мы имеем, ну, по прошлому году показатели близкие к нашим рекордным годам. Весь транзит, как мы и анонсировали, и договаривались с российскими партнерами, ушел в российские порты. В итоге, вот, нас трое, да, Литва, Беларусь и Россия. Кто выиграл, кто проиграл. Беларусь имеет стабильный объем поставок. Россия получила весь грузопоток белорусский, не только калийных удобрений, вот, но и всех остальных грузов. Соответственно, деньги, которые должны были, ну, ранее оставались у литовских перевозчиков, у железной дороги, у портов, они сейчас, их получили наши российские партнеры. Мы получили экспорт, россияне получили деньги за наш экспорт. Чем осталась Литва? Ни с чем. Я не буду сейчас приводить конкретные цифры, они уже посчитаны, наши экономисты неоднократно об этом говорили, но вот только один факт приведу. Значит, в год предшествующий вот этому запрету 66 процентов всего транзита железнодорожного через Литву составляли белорусские грузы. То есть они ушли одномоментно. Это что значит? Это сокращение рабочих мест, это потери финансов, потери бизнеса и так далее. Кто пострадал от этого решения? Ну, вот, сами делайте выводы, кто вводит санкции в отношении собственного народа. Ну, это один такой пример, который я могу привести. Поэтому, еще раз повторяю, здесь решение абсолютно выверенное, просчитанное, оно готовилось с группами экспертов, специалистов. Оно полностью легитимно, принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных ограничительных мер. Вот, поэтому, ну, я вам точно могу сказать, что ни люди, ни рынок этого не почувствуют.